Что есть в истина? Великий, очень напряженный для человека. Бездонный вопрос. Я вспоминаю стихи блока сейчас. Немножко печальные, немножко ироничные. Возможно, это странный эпиграф для моей лекции, но тем не менее его приведу. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов ин вино веритас кричат. Ин вино веритас по-латыни означает истина в вине. Зато потом звучат такие строки. И медленно, пройдя меж пьянами, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, Она садится у окна и верит древними поверьями, и упруги шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Помогите эти стихи? Это знаменитая незнакомка, где Бог говорит, что истина находится, сосредотачивается, воплощается в вечной женственности, которая для него воплощает эта незнакомка. И кончаются стихи такими строчками. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Поэт как бы сам себя опровергает. Вот ему пробрежила истина в образе незнакомки. Но она была миражной, фантомной, она растаяла, исчезла, и он остался ни с чем, остался с вином, в котором он ищет забвение. И это забвение для него и есть аллитея или истина. Но это просто эпиграф. Я хочу сказать, что в этих стихах Блока намечена грандиозная амплитуда понимания истины. От безнадежного пьянства до культа вечной женственности. Вот она, эта амплитуда, вот этот широчайший диапазон, в котором человечество ведет поиск истины. Вопросы о том, что такое истина, имеют глубинную связь или корреляцию с вопросом о смысле жизни. Поиск истины часто совпадает с поиском смысла жизни. Конечно, понятие истины – это понятие, связанное с познанием. Это бесспорно. Напомню вам, что гносеология – это теория познания. Поэтому мы можем сказать, что истина – это категория гносеологическая. Но искони, испокон веков гносеология, учение познания, когда гносеология касается истины, соприкасается с антологией, учением обутии. Вот я сейчас это повторю и раскрою, и прокомментирую. Антология – это наука обутии, обутии как такового, обутии, в которой может мыслиться вне человека. Гносеология – это познание человеческое. Гносеология – это я, это ты, это он, это люди. Гносеология – она всегда субъективна, потому что речь идет о познании субъекта. Субъектом. Антология – она как бы объективна. Антология говорит о мире вне человека, о мире взятом в некой автономности человека, в некой суверенности человека. Тем не менее, я хочу сказать так. Вот истина считалась всегда, и зрелище считалась чем-то онтологическим, чем-то бытийным. Поиск истины – это не только поиск каких-то теоретических форм. Это поиск ядра самого бытия. Это поиск основы существования как человеческого, так и вселенского. То есть эта категория и социологическая, и онтологическая, и, может быть, она единственная из категории фотософии, которые эти два плана, чеческий и внешеческий, так себе соединяет, так себе связывает. Очень давно люди поняли, что поиск истины связан с большими потерями. Вообще поиск – это вещь ведь непростая. Это именно поиск, когда часто заходишь в лабиринт, оказываешься в тупике. Истина, она ведь не дана прямо и непосредственно, ее надо добыть, ее надо высветить. Поэтому из покол веков понятие истины берется в сопряжение с понятием заблуждения. Вот. Истинное – это хорошо, заблуждение – это плохо. Очень часто мы заблуждаемся и идем на поводу псевдоистин. Вот эта тема у меня будет сегодня изучать постоянно. Заблуждение наше. Когда мы обманываемся. Этот обман может стоить чем для нас? Расстраты своей судьбы. Вы знаете, как это страшно? Когда человек всю жизнь исповедует иллюзию, будучи твердым рядом, что он обрел истину. И вдруг выявляется, что это истина, где заблуждение. Это трагедия, которая часто ведет к самоубийству, к суициду. Это известно. Я сейчас хочу вам показать на моделях вот эту антиномию, истинное заблуждение. И эти модели всегда будут у меня как бы персонализированы. Всегда будут связаны с какими-то очень яркими, выдающимися именами. И так я ищу истину. Давайте я сейчас буду входить в роль разных философов, философов, классиков. Это очень интересно. Это очень полезно нам заниматься. Нам вообще нужно обладать толерантностью в деле. Не просто так абстрактная толерантность, а толерантность должна пронизывать все наше существование, всю нашу экзистенцию. Я могу философа не принимать в целом, но я должен в него вжиться. Должен его прочувствовать изнутри. Так вот, я сейчас толкну два подхода к истине, вспомнив античную Грецию. Гераклит. Это VI-V века до н.э. И это один из самых таких ярких и первых диалогов истории холософии. Гераклит. Вот он живет в мире, где постоянство явно преобладает над изменчивостью. Вот давайте войдем сейчас в мир Гераклита. Но прежде чем мы посмотрим на мир глазами Гераклита, посмотрим на мир глазами поклонного человека. Что ли у человека преобладает в мире? Постоянство или изменчивость? Это великие две категории. Движение или покои? Статика или динамика? Я вхожу под звездное небо. Прекрасный созвездный, ватерион, ваттелец. И я считаю, что книга небес, а книга вечная. Что в этой книге не может быть никаких изменений, никаких корректив. Я живу очень недолго на Земле. И я не знаю, что 20 тысяч лет назад звездное небо было совсем-совсем другим. Не было этих созвездий, были другие конфигурации, другие консталляции. Короче говоря, я не замечаю эволюции космоса. Космос у меня есть постоянство. Теперь я обращаюсь взгляд на природу. Природа. Ну да, конечно, в ней есть циклические изменения. Но это изменения циклические. Растение умирает и весной воскрешает. Отсюда великое металлогие овечного возвращения. Овечное возвращение это форма покоя. Только покоя в форме цикла. Ничего нового не появляется. Все движется по кругу. Разве я могу заметить образование новых видов? Конечно нет. Этот процесс очень длительный. Я считаю, что виды постоянные. Космос постоянен. Виды постоянные. Человек постоянен. И вдруг Герлит осеняет. Он говорит, что вот это постоянство, оно иллюзорно. Оно не истинно. А истинно движение. А истинно процесс. И он произносит свои знаменитые слова. Все эти счеты изменяются. Потом говорит, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Потом говорит, солнце каждый миг новое. Вот такой прорыв. Такой прорыв в область, скрытую от наблюдения. Вы понимаете меня, да? Вот это пример прорыва к истине. Прорыва, который опирается на интуицию. Это наитие. Это сатаре. Это озарение. Итак, для Герлита истинно в движении. Истинно в движении. Надо двигаться. Надо меняться. Нужно быть динамичным. Истинно есть процесс. Процесс истинно. Это Герлит. На него немедленно же появляется оппонент. Это Парбенит. Живущий в городе Элея. Это Южная Италия. А Герлит живет в Афейсе. Это Малая Азия. Между ними Средиземное море. Но что такое пространство для философской мысли? Пространство, оно ничего не значит. Любые интервалы. И вот идет диалог. Хотя два философа в другом не встречаются. Как раз ожидает Парбенит? Логика очень сильная. Но другая логика. Он говорит так. Я ищу истину. Я ищу истину. Разве истинно может меняться? Сегодня одна истинно. Завтра другая истинно. Завтра третья истинно. Да нет же. Истинно должно быть чем-то устойчивым. Чем-то абсолютно константным. И Парбенит говорит. Мир, который мы видим. Это как раз герлитовский мир. Мир полной изменений, полной динамики. Это мир иллюзорный. Это мир неподлинный. А подлинно. А истинно. Единое. Единое. Из вашей буквы пишем это слово. Которое неподвижно. Потому что любое движение, оно вносит изменения в систему. Система становится другой. И теряется, теряется что? Теряется истина. Сейчас я хочу, чтобы вы попробовали прочувствовать. Первый в Европе прорыв. Я не разу буду это слово употреблять. Прорыв к пониманию истины как единого. Будьте сейчас внимательны. Потому что это самый глубокий подход к проблеме истины. Давайте сейчас всю эту логику рассуждений про Менида восстановим. Итак, мы с вами живем в мире, где пребладает изменчивость. Мы уже смотрим на нее глазами про Менида. И эта изменчивость ему не нравится. Ему не нравится то, что что-то движется, что-то мельтешит, что-то трансформируется. Он считает, что здесь нет постоянства, которое необходимо для истины. Истина не должна меняться. Истина вечная. А мы живем в мире времени. Вот это очень важное противопоставление. Мир времени и мир вечности. Мир времени это не подлинное. Мир вечности это подлинное. Хорошо. Значит, это первая характеристика мира. Мир движения, мир изменчивости. Вторая характеристика это мир множественности. Это я хочу понять, что я многое. Очень важное понятие многое. И тоже, куша, будем писать у вас большую букву. Итак, наш мир, мир это мир многого. Наш мир это мир движения. Или наоборот, наш мир это мир движения. Наш мир – это мир многого. Так вот, движение мешает понять истину, как бы зафиксировать ее. Ее множественность мешает понять истину, ибо истина едина. Истина одна, не может быть много истин. Вот такая великая фундаментальная истина. Не истина факта, а истина сущего. И Проверн тогда говорит, что мир, в котором мы живем, это мир обмана. Это мир тотального заблуждения. И нужно, нужно пробиться к единому. Он это делает первым в Европе. Он это раздражает так. Единое, оно не может иметь частей. Правильно, да? Если есть счастье у единого, то это уже многое. Это уже не единое. Значит, единое и безструктурно. Я уже сказал, что единое не может двигаться, ибо движение пророждает множественность, и единое разрушается при этом. Множественность изменчивается, это не для единого. Значит, единое не имеет структуры, единое не движется. В едином нет никаких различий. Ибо любое различие есть элемент множественности. Вот впервые в европейском создании возникает категория единого, которая есть истина. Это понятие бездонное. И с этим понятием связаны очень многие мистические традиции в мире. Это V и VI века до нашей эры. Это Европа, это Греция. Аналогичные схемы мы обнаруживаем в философии Древнего Востока. Полная аналогия тому, что сделал Парминит. Но Восток все это привел, конечно, раньше. И даже есть такая точка зрения, что Парминит находился под влиянием индуизма. Греки знали о Индии, конечно. И туда были хождения. Очень вероятно, что Павагор кое-что вынесло из Индии. На Орфиках Индии повлияло. Быть может, и Парминит каким-то образом оказался связанным с индийской традицией. Но вот имеется в виду, прежде всего, философская школа Веданта. Веданта, в Индии. Я сейчас вам об этой школе расскажу. В качестве образца ее позднего представителя. Это Шанкара. Великий философ Шанкара. Это IX век. Уже нашей эры. Но Шанкара, собственно говоря, обобщил традицию, возраст которой, ну, не менее пяти тысяч лет. Шанкара как бы довел до блеска концепцию, которая старше и Парменида, и Зероастра, и вообще всех мудрецов на свете. Ну, вот как рассуждает Шанкара? Он говорит так. Я должен найти истину. Для него этой истиной является Брахман. Брахман. Брахман, так? Брахман это, с одной стороны, как будто бы и нечто персональное, или персонализированное. Мы пишем большую букву, как имя, имя Бога, имя человека. С другой стороны, Брахман, конечно, безличен. Он не похож, в смысле, на Иегову, иудаизм, он не похож на Аллаха, мусульман, не похож на Бога Отца, христиан. Некое такое безличное начало. Если говорят, а я, Брахмане, а я, не стремение я, то это я все-таки надо понимать в условиях. Так вот, Шанкара одержим желанием познать истину единого. И он движется к единому. Вот движение Шанкара к истине, это и есть алгоритм мистики. Любая мистика идет вот именно по этому пути. Поставлена задача, ввести истину к единому. И перед нами препятствия. Перед нами препятствия. Какие препятствия? Первое. То, что понял Параминит. Первое препятствие. Я ищу единое, а передо мной многое. Галидоскоп бытия. Здесь одна краска, здесь одна форма. Все вокруг меня мельтешит. Все вокруг меня как-то вот суетится. Мельтешение, суета – это не философ. Нужно рассеять это разнообразие, это множественность. Шанкара это делает, используя классический ход индийской мысли. Он говорит так. Видимый мир, мир разнообразия, мир движения, мир чувственности – это майя. Майя. Но в индийской философии категория майя означает заблуждение. Означает иллюзию. Мир – это майя. Весь мир, он ненастоящий, он непонятный. Шанкара сравнивает его с перламутровым блеском. Перламутровый блеск, он иллюзорен, он бесплоден, как бы и реален. Вот весь мир как перламутровые или муаровые тливы. Вроде как они и есть, а на самом деле их нет. Хорошо. Это разнообразие мы стерли. Майю мы рассеяли. Шанкара выходит напрямую к абсолюту. Это Брахман. Это единое. И что же мы видим перед финалом этого пути? Остается двое. Я. Мое я. Маленькое я. И вот Брахман. Великое я, но я вот странным образом безличное. Школа Шанкара называется Адвайта-Виданта. Адвайта-Виданта. Адвайта-Виданта буквально означает недвойственное Виданта. Кстати говоря, эти слова в своих корнях очень созвучны русскому языку. Виаданта. Это комментарии вед. Слово ведать. Веденье. Так. Адвайта. Ачиси с отрицания. Два. Понятно, что такое. Два. Отходится. Адвайта значит недвойственное Виданта. Недвойственное Виданта. Вот Шакра был адвайтом недвойственного Виданта. То есть он хочет сказать, что истина не знает никаких двоений. Вот будьте сейчас внимательны. Дваится там скоро пригодится. Истина не может раздваиваться. То есть в Истине нет противоречия. Истина не противоречима. Так что такое противоречие? Это когда есть плюс и минус. Когда есть свет и тьма. Когда есть да и нет. Когда есть про и контур. Когда есть единый анти-тезис. Значит. В Идином не может быть вот таких конфронтаций. Таких противостояний. Таких противоположений. Единое гомогенно. То есть однородно. И поэтому нужно двигаясь к Единому. Преодолевать и множественность, и двоиственность. А двоиственность это начало множественности. Двоица. Так. Один, два, три, четыре. По-моему бесконечно много. И так мы подходим к Абсолюту. Приближаемся к нему. И остается у нас двое. Вот последняя двоица. Я. Мое маленькое я. И я Брахмана. Вот это как раз предпоследнее действие мистической драмы. Когда этот двоица обнаруживается. Все мистические школы вот здесь останавливаются. И решительным шагом в сторону Единого. Значит. Как быть? Я стрелюсь к Единому. Но я сам являюсь чем? Элементом многого. Мир пока я есть. Является раздвоенным миром. Раздвоенным миром. Я и Брахман. Я и Бог. Я и Абсолют. И вот делается шаг. Шаг, который составляет суть истины. Мистической истины. Шаг в сторону Брахмана. Туда ныряет Шанкара. Он отрешляется с Брахманом. Он восклицает. Я Брахман. Я Брахман. И это и есть обретение истины. Это не просто познание Брахмана. Это есть соединение с ним. Слияние с ним. Растворение в нем. Это пафос мистического опыта. Мистика на что направлена? На обретение истины. И это обретение должно быть предельным. Истина не дается частями. Истина всегда целостна. Истина всегда должна пониматься максималистически. И обретение истины это максимализм. А здесь какой максимализм? Отказ от своего Я. Во имя слияния с Едином. Вот это один из мистических алгоритмов. Собственно говоря, это главный мистический алгоритм познания истины. Его повторяют крупнейшие мистические традиции. Ну вот я сейчас в качестве примера приведу до осизма. Это Китай уже. Китай. Смотрите, как разные культуры конвергируют. Конвергенция это когда к разными путями приходит фактически к одной и той же идее. Конвергенция это схождение в одной точке разных линий. Очень важное понятие в аспекте проблемы толерантности. Не было никакого общения между Лао Цзы и Парменидом. Хотя это почти современники. Это люди, живущие в одном эоне. В одном хронотопе, так сказать. Тем не менее, где-то они друг к другу созвучны. Где-то они мысли друг к другу. Дао. Дао. Вот дао это истина. Дао оно скользяет от понимания. Дао это основа вещей. И вот китайцы первыми сказали о том, что, первыми сказали о том, что, про истину ничего нельзя сказать. Вот это их основа вещей. Дао несказуемо. Но интуитивно можем его приблизиться. Как-то его так интуитивно схватить. Дао, оно бесформенное. Мы живем в мире, где формы. А у дао нет формы. Дао беспредельное. Мы живем в мире, где пределы. У дао нет предела. Мы живем в мире времени. Дао не знает времени. Дао вечно. Вот. Дао себя прожидает единое. Единого возникает двоица, первая двоица. Ян Йинь. Вы помните, этот китайский символ знаменитый. Круг, разделенный спиральным терминатором. Вот. Начинается диалектика. Начинается дифуркация. Начинается раздвоение единого противоположности. Двоеца прожидает троицу. И потом идет экспансия множественности. Дао. Несказуемое. Туманное. Неопределенное. Бесформенное. Вечное. Постоянное. И в то же время пребывающее в каком-то странном движении. Дао, оно и в то же время и поток. Дао, в то же время и путь. Понятие крайне парадоксальное. Крайне антиномичное. Антиноми – это противоречие, которое предельно обострено. Предельно напряжено. Так вот, как говорят деосы. Нельзя дао познать. Но можно стать дао. Можно уйти в него. Этим и занимается китайская мистика. Этим и занимается китайская поэзия. Вот это тем отшельника, который бросает цивилизацию. Водит в природу. Где-нибудь над водопадом строит свою хижину. Живет как птица. Но он постигает дао. Он сливается с дао. И он счастлив тем, что он обрел истину. Дао. Видите, Шанкар воскресает «Я Брахман». Даос воскресает «Я Дао». Нечто абсолютно схожее мы видим в исламе. В исламском суфизме. Так. Ну, я сейчас буду о суфизме подробно говорить. Скоро она будет книжка «Исламотолерантность». И там будет повод поговорить о нем отдельно. Ну, вот из суфии. Значит, очень много они взяли у христианства, между прочим. У христианской идеи боговоплощения. Ну, вот суть экстаза. Суфийского экстаза. Бог есть огонь. Ну, это мы прочитаем и в Библии. Бог есть огонь, поедающий, я содержу в Библию. О том, что Бог есть некая огненная субстанция. Говорят многие религии. И здесь нет ничего нового. Но здесь другое. Вот есть такое понятие. Конечно, это понятие научное, а не мусульманское. Понятие фототропизма. Стрепление нас к свету. Вот картошка, когда прорастает в темноте, она тянется своими ростками к свету. Фототропизм. Или гелиотропизм, когда растение, как локатор, следит за Солнцем и перемещает свой венчик в синхронность движения Солнца. Так вот, слухи говорят, что нежноподобный фототропизму присущий человеку. Человек стремится к божественному огну. Неуклонно стремится. Неудержимо стремится. И вот это всегда как-то образ. Душа – это мотылек. Мы с вами мотыльки. Вот мотыльки у них фототропизм проявляется очень сильно, когда они ночью летят на пламя. И часто в нем сгорают. Так вот, мы такие же мотыльки. Мы суфии. И для нас и смысл жизни, и истина заключается в том, чтобы влететь в божественное огонь и в нем сгореть. И этим обрести и истину единого. Я хочу сказать, что вот Аллах, вот он, хотя и очень связан с библейским иеговым, несомненно, это религия авраамическая, ведь ислам очень многое принял от иудаизма и от христианства, это известно, но на ислам явно влияла Индия. И концепция Аллаха, она очень близка к концепции единого Брахмана, индуизма. Ну, видите, я вам дал сейчас как бы три вариации на одну и ту же тему. Познание истины в мистическом опыте. Так, Шанкара, я Брахман, Даос, я Дао, мусульманин, я Аллах, я Аллах. Вот Халадж, известный суфи, поэт и вообще великим мыслителем, вот он за это и был уничтожен. Вышел на базаре в рваном халате и закричал на весь город, я Аллах. Вот он в экстазе слился с Аллахом, его душа уже там исповединилась, и вот он это обнаружил, вывел вовне, и за это был четвертого. Вот вам один из путей к истине. к истине. Я начал с самого радикального, когда человек не просто ищет истину, а хочет с ней торжествиться, хочет стать истиной, понимаете меня, да? Но вот путь, который я вам предложил сейчас, мне кажется, очень интересным, но спорным, спорным. этим путем должен пройти каждый мыслищик человека, но пройти обратимо, что не всегда вам удается. Есть люди, которые увязают в едином. Я вот не зря выбрал такое слегка, я бы сказал, рискованное выражение, как бы соединил высокий стиль и низкий, увязать в едином. Дело в том, что сегодня очень много сект, тоталитарных сект, которые спекулируют на идеи единого. Это единое, оно зазывно, единое, оно гипнотизирует, оно манит к себе. Единое, это то, из чего мы выросли. Все выросло из единого. Это наше начало. Мы понимаем, что единое, действительно, нечто божественное, нечто абсолютное. И вот оно к себе тянет, оно к себе влечет, оно в себя затягивает, засасывает, очень легко человека эту страну пробудить и человек пойдет в это единое. Но помните коллективные суициды последних десятилетий совершались во имя чего? Во имя образка в единое. И за этими всеми движениями сомнительными стоят прекрасные философские традиции, которые за это не отвечают. В том числе традиции веданта, в том числе и традиции буддизма. Но я про буддизм не стал сейчас говорить, но нирвана-буддизм это аналог брахмана, это аналог дао. В нирване нет никаких различий, нирване нет никаких противоположений. И цель буддиста это уйти в нирвану, стать нирваной. нирвана-буддизм так вот почему я все-таки пройдя по всем этим путям, а я их исследовал, я их изучал, я все-таки вонернул из этой воронки единого, я выбираю другой путь к истине. Но я ничего не навязываю, я просто вам показываю спектр подходов к этой проблеме. Вот смотрите, я ухожу в единое. В едином нет никаких различий. Правильно? Я уже об этом говорил. Если нет различий, то единое не может мыслиться. Вы понимаете, наше мышление строится на противоположении. Мы мыслим по принципу свет-тима. Понимаете меня, да? Мышление предполагает наличие различия. Мышление предполагает наличие контрастов. В едином нет ни различий, контрастов. То, что обышление относится и к чувствам. Мы воспринимаем чувственно только тогда, когда есть различие чего-то с чем-то. Если бы вы жили среди абсолютно белизны, мы бы не знали, что такое белизна. У нас не было бы контрастного противопоставления, не было бы тьмы. Понимаете меня, да? Вот когда есть тьма и черное и белое, вот это уже основа для познания. В абсолютно нет ни черного, белого. И поэтому очень рано философы поняли, что единое есть ничто. Ничто. Великое ничто. Бездонное ничто, из которого вырастает все. Как оно вырастает, мы не знаем. Как оно выплескивается, это конечно великое мистерие бытия, преодолевающего небытия. Потом я скажу следующее. чтя единое и имея пиетель перед ним, я не хочу культивировать единое. С единым невозможно общаться, с единым невозможно диалог. Единое это не Бог. Я посмотрю, это не Бог. Это первое. Второе. в рамках этой концепции мир не есть истина. Понимаете меня, да? То есть тут речь идет об отказе от мира. Мир не имеет ценности, это иллюзия, это мая. Но разве это так? Разве в мире нет красоты, гармонии, разве в мире нет сложнейшей эволюции, сложнейшей формы самоорганизации? Почему я должен ради единого поступиться красотой этого множественного, этого разнообразного мира? Я не согласен? Не хочу. Я люблю многое. Хотя люблю и единое. Но мистика требует отказа от многого. Я не отказываюсь. Дальше. Эта традиция, как это хорошо проявил Шанкара, предполагает отказ от своей личности. Мое я, но это же помеха на пути к единому. Мое я, это элемент множественности. Долой, самость. Долой, так называемую яйность. Продон. Я личность. Я уникальна. У меня нет аналога. У меня нет двойника. Я целю личность и начало. Я не хочу им жертвовать во имя этой высокой, этой возвышенной мистической истины единого. Это мой выбор. Я люблю мир, я люблю личность на начало. Поэтому я с этого пути как бы свернул. И какие есть альтернативы? Об этом сейчас и поговорим. Об этом сейчас и поговорим. Я начну сразу. Возьму боказа рака, как говорится. Приходим в Третьяковскую галерею, идем в зал, где лицет работы великого русского художника Ге, Николая Ге. И видим знаменитую картину «Что есть истина?» Где мы находим изображение Христа перед Пилатом. Гениальная картина. Пилат спрашивает Христа «Что есть истина? Вы помните, что в Евангелии этот вопрос Пилата оставлен без ответа. Но именно в данном моменте, в данной точке евангельского сюжета, евангельской коллизии, но в другом месте Евангелия мы знаем, как Христос мог бы ответить на вопрос Пилата. Извинутые слова Христа «Я есть истина». Вот давайте сейчас с вами попробуем эти великие слова прокомментировать. Сейчас я начну говорить о истине, истине, не как о едином. Это была первая часть моей лекции. Я сейчас буду говорить о истине, как об антиномии. Когда в истине сопрягаются два противоположных начала. Я буду подтверждать, что нет в мире однозначных истин. Я говорю про истинные фундаментальные, про истинные глубокие. Чем глубже истина, тем она противоречивее. Чем глубже мы копаем, тем острее антиномии, переживаемые нами. Повторяю, антиномия – это противоречие, достигшее предельного, максимального, экстремального напряжения. Христос говорит «Я есть истина». Так вот, я считаю, что в этих словах Христа заключается ключ к диалектическому пониманию истины. Диалектика как раз и учит о противоположностях. Диалектика как раз и учит о противоречиях. Ну, давайте сейчас с вами попробуем по-новому как-то понять, что такое Христос. Кто такой Христос? Вот я сейчас как раз готовлю к изданию книгу «Истово толерантность». Я вот с сожалением констатирую, что глубоко уважаемый Магомед, основатель ислама, вот он не понял все-таки природы Христа. Да, конечно, Христос очень глубоко чтится в исламе, но чтится как пророк. Последний перед Магомедом пророк, предсказавший согласно Корану, приход Магомеда или Мухаммада, но не Сын Божий. Вы знаете, понимаете, как интересно, в исламе огромная любовь к Христу, его зовут Исы, и его ждут на землю, и он здесь должен становить царство справедливости, но это еще не будет вечное царство, это будет царство времени, Христос умрет здесь на земле, а на Голгофе он не умер, он сразу вознесся на небеса живым, он умрет, и его похронение рядом с Магомедом, и в Медине есть место, оставлено место для могилы Христа. Для нас это совершенно фантастические представления, я не буду на них задерживаться, только хочу сказать, что фактически многие из нас где-то близки к Магомеду в понимании Христа, Христа как человека, только человека, совершенного человека, человека, который своим праведническим подвигом приблизился к Богу, которого мы вправе называть Богом, но Богом, если хотите, как это говорят по-английски, вот Бог сам себя сделавший Богом, понимаете меня, да? Вот, это выражение известное, не Сын Божий, а Бог по по труду своему, по подвигу своему. А ведь главное в христианстве, это великое слово Бога-человек, Бога-человек. Или другое великое слово христианства, Бога-воплощение. Вот эти два слова, они и есть истина христианства. И давайте сейчас это заново попробуем пережить. Вот я опять принес огромное Рождество, случайно это происходило за меня. Рождество, о чем этот праздник? Этот праздник о соединении двух начал. Начало божественного начала человеческого. Ну, я потом уже, собственно говоря, с вами рассуждал, но только я это делал в совсем другом ключе, а сейчас же мы говорим про истину. так вот, Христос это Богочеловек, в Христосе соединились два начала, божественное и человеческое, противоположность, тезис-антитезис, Христос есть антиномия, Христос есть антиномия и эта антиномия является истиной, истиной, не отдельно человек или отдельно Бог, а Богоча. Ну, собственно говоря, я же вспоминаю, что у нас была лекция на эту тему, поэтому я сейчас эту линию закрываю, но я ее продолжу уже как бы в других измерениях. И так я сказал, что у Христос есть антиномия, та и та самая в нем великая. Христос это и Бог, и человек. В нем две природы, две природы, которые кажутся несовместимыми, две природы, которые контрастируют друг с другом очень и очень остро, прямо на разрыв. Как это можно соединить, божественное человеческое? А вот соединилось, и это великое чудо. Собственно говоря, уже и до христианства было предвещение того, что истина не дана нам в однозначной форме. Хотя, 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 человек вот так устроен, что он любит однозначность. Вот давайте сейчас о том поговорим. Мы с вами хотим познать истину. что нам мешает? Нам мешает идеал простоты и однозначности. Я этот идеал уважаю. Вы знаете, логика, она любит простоту. Логика, она любит однозначность. Что такое однозначность? Когда я говорю об одной вещи что-то определенное и не могу сказать об этой вещи нечто противоположное тому, что я сказал вначале. Понимаете меня? Да. Вот. Это элементарно. Это как бы само собой разумеется. Мы считаем, что мир логичен. Если мир логичен, то в нем не может быть вот такого рода противоречия, когда я говорю про вселенную что-то конечное и тут же говорю что-то бесконечное. Одно из двух альтернативы. Вот это идеал однозначности. Вот так бы устроено что мы хотим видеть мир простым. Знаете, как-то комфортно, удобно, уютно жить в простом мире. Где все однозначно. Где все можно предвычислить. Рассчитать наперед. Где все предсказуемо. никаких забот. Но вот мир там устроен гораздо сложнее. И вот человек эту сложность не сразу принял. И сейчас он оказывает сопротивление. Сопротивление. Так. Вот одно из самых великих озарений человечества, грандиозных озарений, была мысль о том, что истина антиномична. Что истина неоднозначно, а по крайней мере двузначно. Двузначно. Вот Христос. Это двузначно истина. Христос это и Бог и человек. Я сейчас хочу вам привести примеры таких антиномий, опираясь на философию Мэнелла Канта. Это 18 век. Канта Канта задумался о том, как человек познает мир. Об этом думали и раньше, но Канта об этом задумался как критик. Кант хотел трезво оценить возможности нашего разума. До Канта вообще привел оптимизм. Но человеку ничего не препятствует в том, чтобы он познал всю истину сполна до конца. Нет таких препон или преград, которые бы стали на пути человека к истине. Оптимизм. Вот Кант стал сомневаться в этом оптимизме. Канта решил исследовать реальные возможности нашего познания. И вот Канта обнаружил интересную закономерность. Обнаружил ее, во-первых, исследуя историю науки, и во-вторых исследуя самого себя. Вот я задаю вопрос о мире. Это первый антиномик Канта я означал. Мир конечен или бесконечен? Нас этот вопрос волнует не всегда, во все эпохи нас человек волнует эта проблема. Конечность и бесконечность мира. Но это великая альтернатива. Но скажем так, древние греки любили конечный мир. Для древних греков мир это сфера, которая переходит в хаос, граничит с хаосом, или вообще не может у него и переходит, и никого фона не имеет. Так учил Аристотель. Пифагор говорил, что сфера окружена хаосом, Аристотель говорил, что сфера окружена ничем. Но это сфера, пускай очень большая, но в общем-то конечная сфера. Эпоха Возрождения, Жордана Бруно, пафос бесконечности. Но не может бесконечный Бог создать конечный мир. Это не достойно Творца. Тогда он должен создать бесконечный мир. И вот исчезают все границы, все пределы, все репетации. Перед нами инфинитный мир. Мир, где нет никаких мер. Мир, где начинаются невероятные парадоксы, парадоксы бесконечности. Николай Кузанский, предшественник Джордана Бруно, узнал, впервые понимая, что в бесконечности размываются все наши представления о формах, о структурах. Ну, возьмем пример такого парадоксального размывания. Представим себе, хотя это невозможно представить, круг с бесконечно большим радиусом. Чем больше радиус, тем меньше кривизна круга. Но на бесконечности эта кривизна должна исчезнуть вообще. Вот мы радиус поднимаем, вытягиваем, есть кривизна, как вы чувствуете, выполаживается, становится все более и более близко к прямой. А на бесконечности она сопадет с прямой. Бесконечности прямой и кривой друг от друга не отличи. Вот она аморфность сдал. Аморфность сдал. Нет форм, нет структур. Но для нас это немыслимо. Мы должны прямой и кривой различать. Иначе мы не построим колеса. Правильно? Если мы будем путать эти противоположности. А вот бесконечности их путает. Она их не принимает. Бесконечности она где-то близка единому в этом плане. Она не знает никаких противоположений. И вот в честь что выходит бесконечный мир. Благодаря Николая Кузанского, благодаря Джордана Бруна, а потом благодаря открытиям астрономии надо называть здесь и Гершеля. Конечно еще раньше Галилея. Да где истина-то? Мир конечный или бесконечный? Вот Кант впервые эту проблему ставит так. Критика чистого разума. Идут два столбца пролива. Слева и справа. Слева тезис. Тезис утверждает мир конечный. Приводится доказательство в пользу конечности мира. Напротив антитезис. Приводится такие же блестящие такие же непровержимые доказательства в пользу бесконечности мира. Два ряда доказательств. И оба убедительны. И оба кажутся непровержимыми. Где истина? Кант пришел к мысли, что нам не дано сделать выбор. Вот Кант здесь остановился. Кант здесь остановился. Кант сказал о том, что наше сознание трагически расщеплено, расхолодно на дезис антитезис. Это свойство нашего разума, это не свойство мира. Мир есть вещь в себе, как учил Кант.